добрый день сегодня я хотел показать вам редкую эксклюзивную вещь это бренд а и это здесь написан должен быть а из той ну наверное я правильно читаю и игрек вай буковки это полнофункциональный кубует 4 на 4 на 3 в такой коробочке я от этого бренда имею еще пару кубоидов это 4 на 4 на 5 и 5 на 5 на 4 я давно хотел приобрести себе 4 на 4 на 3 но он далеко не везде есть в наличии хотя купить можно но стоит он достаточно дорого это в районе 35 40 долларов что за его функционал многовато но в качестве какого-то себе сувенира я приобрел коробочку кстати давайте еще раз посмотрим это старая такая головоломка которая производилась уже давно и не знаю когда здесь год выпуска но что-то здесь 2010-2012 написано но я не уверен не знаю точно когда но если кто владеет такой информацией напишите пожалуйста в комментариях я даже не знаю когда выпущу это видео так как актуальность этой головоломки не особо высокая но вот 4 на 4 с фирменной коробочкой красивый стильный 4 на 4 на 3 вот сама головоломка заодно мы посмотрим кубоиды вот этим здесь мы видим красивый логотипчик да и на 4 на 4 на 3 такого логотипчика не видим но если сдвинуть то мы увидим его на внутренних элементах на внутренних поверхностях надеюсь видно на камере вот там есть вот здесь вот логотипчик черным на по черному написаны если сравнивать обращение 4 на 4 на 3 с более старшими собратьями то она значительно лучше но и понятно так как здесь меньше элементов поэтому вращается хорошо причем на уровне ну неплохих бюджетных четверок след помнить вращение этих то они ну скажем не идеально вращаются лакапят застревают но собирать можно чем собираются кубоиды на основе 4 на 4 и 5 на 5 по тем же принципам что и на основе 3 на 3 то есть те же самые алгоритмы но больше добавляется вариантов с паритетом так как есть четные слои но сегодня мы собирать все подряд не будем она соберем и перемешаем 4 на 4 на 3 до удовольствие не дешевые но можно сделать такой кубоид самостоятельно для этого берем обычную четверку и склеиваем между собой вертикально два внутренних слоя так чтобы таким образом вращалась а вот так уже нет то есть нужно не просто весь шов клеем замазать а этот с этим элементом этот с этим элементом и так далее ну чтобы у нас не было вот такого вращения и тогда можно получить 4 на 4 на 3 из какого-то хорошо вращающегося кубика ну вот если брать им джесси он даже им джесси будет дешевле чем вот этот так себе вращающийся экземпляр по размеру кубик сильно больше стандартной четверки сколько точно даже не помню да и не так оно интересно по высоте поменьше наверно стрешку вот трешка ну чуть поменьше трешки все 4 миллиметра ну а так наверное 72 если кубик по 18 вот он и размер получился а наклейки старенькие не флуоресцентные ну или не так сильно как это сейчас принято да и в принципе это черный пластик с наклейками давайте повращаем что-то и соберем вспомню как это делается вращается приятно понятно что механизм 4 на 4 не очень свежий так как голомка старая кое-что застревает но вращать приятно форму кубой не меняет остается таком 4 на 4 на 3 формате ну что же как это дело собрать ну для начала можно что собрать либо вот эти центры либо вот эти если собрать белый и желтый точно так же как в обычном 4 на 4 мы получим что-то вот такое теперь желательно собрать боковые центры но здесь вариантов то немного так как меняться вот эти вот элементы могут только с противоположными допустим мы соберем красный и оранжевый теперь зная правильную расцветку надо расположить синий и зеленый если у нас здесь белый оранжевый то здесь должен быть синий поэтому сюда нужно поставить синий элемент заберем его отсюда вот так вот центры и собрались после центров нужно собрать ребра вот идет двойные эти понятно одинарные от эти двойные будем собирать для этого ну обычные принципы из любых головоломок совместить два ребра поменять на несобранное и вернуть вот это основное движение обратно и повторять пока все ребра не соберутся вот пример есть желто оранжевый элемент найдем 2 такой же он вот здесь вот снизу разместим один здесь другой здесь проверим что здесь есть одно хоть не собранное делаем вот такое движение ребро собирается выводим на боковую грань здесь меняем она несобранное возвращаем сюда и отменяем это движение но обычные такие вот подстановки ну и так до конца собираем это очень простая головоломка но не как конечно и векуб но если вы какое-то понимание о головоломках имеете то сложностей не будет вот этот элемент нужно вот с этим спарить для этого мы вниз отведем а здесь сверху оставим и опять же так здесь смотрим у нас уже не осталось не собранных ребер поэтому можем менять вот на это собрали отводим влево поменяли на несобранное возвращая так мы делаем до тех пор пока не соберутся все восемь ребер и они как раз уже собрались после этого мы сделали редукцию до до кубоида и кубоид получается 3 на 3 на 3 но такой-то кубой 3 на 3 на 3 это не как обычная трешка мы в этом кубоиде не можем вращать так на 90 градусов на чтоб потом продолжать вращение на 90 нам блокирует остальные движения то есть по сути трешка но с ограничениями но собирать мы будем как обычные кубоиды но для начала соберем средний слой здесь уголок на месте нехитрыми интуитивными движениями движениями соберем все элементы среднего слоя после чего давайте соберем белый крест оранжево-синий на месте стоят а не разрушая средний слой соберем все остальное этот красный нужно сюда отведем в сторону опустим вниз подставим сюда красный и поднимем средний слой целых красный поднялся наверх но не все элементы двойные и зеленый аналогично нужно вот сюда опускаем подводим вставляем вот получился крест далее стандартными кубоидами алгоритмами расставляем белые углы находим снизу вот нас цвета совпадают и делаем r2 у штрих л2 у р2 у штрих л2 у вот нас элемент на месте ищем следующий ну к примеру вот здесь это совпадают и повторяем алгоритм так два угла на месте следующий вот этот все то же самое собралось три угла ставим 4 так ну и у нас остается собрать элементы и верхнего слоя но здесь как на любом кубоиде том же 3 на 3 на 2 собираем видим два угла на месте делаем это первым чуть-чуть локапин головоломка собрались углы ребра мы видим что на 4 на 4 это был бы паритетный случай и на 3 на 3 на 2 мы бы легко его решили но на 4 на 4 на 3 мы не можем пренебречь средним слоем поэтому придется чуть посложнее решать для начала давайте сделаем какой-нибудь алгоритму чтобы уменьшить количество несобранных ребер примеру а шперм м 2 уж 3 м 2 у 2 м 2 уж 3 м 2 можно кинуть кубоидные было другие на три циклы тоже использовать теперь мы явно видим что это паритет я несколько раз собирал это кубоид и пришел к выводу что нужно использовать пару алгоритмов первый это обычный из 3 на 3 на 2 который меняет нам два вот этих ребра и разворачивает этот средний слой это r2 у 2 r2 у 2 r2 у 2 далее мы получаем что вот поменялись два элемента и вот здесь развернулась вот эту же ситуацию мы можем решить вот из такого положения другим алгоритмом r2 у 2 r2 у 2 r2 у 2 и повторяем r2 у 2 r2 у 2 в итоге мы что получили что-то получили или не из того положения а вот из этого мы можем обычный вот это сделать 4 на 4 паритет так он даже 3 получается возможно есть путь покороче но вот за три различных алгоритма мы этот паритет решили я еще подумаю как здесь это сделать поэффективнее когда буду делать подробное обучающее видео туда включу самый рациональный способ но смысл такой что владея уже знакомыми алгоритмом для решения пилы паритета мы можем решить эту ситуацию а есть у нас стандартный 4 ручный а из кубика 4 на 4 есть r2 у 2 который алгоритму для решения шейп модов 4 на 4 который нам это помогает сделать у некоторых других случаях на тех же миксапах тоже есть алгоритм для перестановки двух ребер с разворотом вот этого слоя r2 у 2 1 который я имел ввиду это вот этот r2 у 2 и р2 у 2 и повторить r2 у 2 и р2 у 2 следующем можно делать вот для шейп модов полезно меняет противоположные ребра обычно 4 вот такой да и р2 у 2 трижды из кубой до 3 на 3 на 2 на с разворотом вот этого слоя он комбинируя различные способы мы получаем обычный трицикл мы решаем его опять же кубой дым алгоритм здесь можем как сделать f2 d r2 d штрих м2 и в 2 ну или какие-то другие алгоритмы тоже можно использовать и вот кубует 4 на 4 на 3 собран да не сложный да есть тут некоторые интересные моменты но цена его явно завышена и быть может когда-нибудь современные производители сделают более дешевый аналог и его себе сможет позволить каждый а сейчас этот кубует сложно купить он мало где продается и стоит дорого неразумно дорого но мне ради эстетического удовольствия и завершенности картины вот этой всей серии мне на душе приятно я потратился да это не очень разумная трата но сделал себе подарок если из этой серии есть еще кубоиды которые я не нашел не встретил то напишите в комментариях обязательно пополню а так от этого бренда не так много головоломок а на этом у меня все всем спасибо всем пока